Всех приветствую! Сегодня про рыбалку. Выбрался я на водоем, нахожусь в Смоленской области, Явовское водохранилище в районе воздушного ядроузла. Дочка попросила отвезти зятя и внука в деревню, которые находятся неподалеку. Приехал я сюда часов в шесть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Как проинтуичил, не полез я какими-то лесными тропами на берег водоема, бо обещали, что возможны дожди и на фокусе что-то мне неохота куда-то лезть на лесные дороги. Ну вот буквально минут 15 назад приезжали какие-то фидерасты. Здорово, уже марк? свободных нет, все забито и действительно оттуда пьяные вопли, какие-то визги. я приехал в то место, где 27 мая пробовал ловить на поплавок. Если в тот день проезд был прямо к берегу, то сегодня хоть идти там от шлагбаума метров 25-30 до берега, но что-то машин полно людей. в тот день решил я отдать 300 рублей за въезд, не знаю как эта штука называется. Ну в общем машина моя буквально метров 15 от берега, я вот сижу сейчас 9 метров 10, может 8 от меня. был сильный ветер, вот сейчас только подстиг, так что сегодня решил не ловить, приехал, покушал, выпил, я живой человек. Аминька аминька Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Помню прошлую ситуацию Я взял фидер Пробил Не подробно, но просто рельеф дна Проволок Чтобы не было никаких зацеп Показалось, что есть яма Причем Кормушка 42 грамма Падает на счет 40 Я думаю, что это метров 9 Если не 10 Потом идет выход из ямы Я планирую ловить на этом выходе Буду ловить без ставки Удилища Мбанак С Пиккова Выход из ямы метров на 20 Я думаю, что не очень будет комфортно Ловить и без ставки Начинающих прошу не удивляться Но если когда я начинал Для меня там были Некомфортные дальние дистанции То сейчас Некомфортные и ближние Вот Олег Иванович Осипенко Да, я как-то рассказывал Там на ближнике Палкой 3.9 может ловить Тут вот Колганов Рассказывал там Четвертый выпуск О пробивке дна Или как это назвать Вот Тоже он там Правда там По-моему 11 фунтов Он там чуть не под берег кидал У них как-то получается У меня не получается Мне на 20 метров даже Там Если учесть, что вершинка У меня не родная Кстати, о вершинках Заехал я, купил От Бриского гранита 0.75 Полунцовый хоть там и числится Восстатемить На самом деле Сколько не лежал Их не было Дело в том, что Я посмотрю, конечно Может быть буду ловить Рабочей кормушкой Но Купил я себе Пикерный кормушкой 25 грамм И вот под них Купил 0.75 От Бриского Чуть-чуть Нулевочкой Подправил И Может быть буду ловить Пикерный Не знаю Завтра посмотрю По ситуации Что еще Кормить буду Взял Я Заехал На Таллинскую Взял Салапин Фидер Актив 125 рублей Там стоит Взял Бюджетную От Гринфишек Гринфишек Плещ Платва Там она По 80 рублей Попробуем Посмотрим Взял Вот Концентрированный Ароматизатор Уловчик Который По моему опыту Да В эксплуатах Действительно Он там Концентрированный Но я его Наверное Утром Добавлять Не буду Дело в том Что Дима Салапин В последнем Ролике Открываю Пачку Сейчас я Открою Я думаю Раньше Ничего Не выветрится Понюхал И сделал Мол Запах Еще в неделе Полторы назад Я его подъелдыкнул Да Но Кто смотрел Мой ролик О том Какие прикольники Продаются Лучше Всех Там Действительно Дама Подтвердила Что Запах Хороший Это Походу Была Хозяйка Ну Не знаю Магазин Возможно Не арендует Да Но Хозяйка Бизнеса Потому что Когда я сегодня Заезжал Там была Продавщица Какая-то Ни о чем Абсолютно Не общительная Ничем Не заинтересованная Попытался Я с ней Начать Разговор Но Что-то Она Интересно Не проявила Я Наверное Не стал На первый Взгляд Да Запах Есть Запах Какой-то Фруктовый Врать Не буду Какой На самом Деле И вот Давайте Ради Интереса Посмотрим Бюджетная Прикормка Тут Явный Запах Семечек Кстати В составе Зерновые Обработанные Бисквит Сухарь Масляничные Ароматизаторы Ароматизаторы Я никакого Не чувствую А В жмыхе Это я Усалапино Прочитал Вот там Запаха Жмыха Нет А здесь Галимый Запах Семечек Посолнечных Насадка Будет Опарыш Не стал Замарыш С мотылем И купил Кукурузин Рыба Тут Походу Не избалованная Поэтому Мотыль Здесь особо Не нужен Тут Смотрел Один из Последних Роликов На Фиш Профи Там Забыл Как фамилия Спортсмена Рассказывает Что Если Добавлять Опарыша В прикормку То Через Какое-то Время Плотва Начнет Плевать Безотказно На Опарыша Ну На Кормового Опарыша Мне тратиться Не захотелось Хотя Вот На Таллинской Там Не знаю Как сейчас По-моему Литр 100-600 рублей Что-ли Что-то Такое Но Я так понимаю Что Да Что В прикормке То И На то И должна Плотва Брать Так как Плотва Всегда У меня Лично Хорошо Отзывалась На кукурузу Как и На перловку То Вот Попробуй Завтра Ножницами Для салатов Порубить Эту самую Кукурузу И добавить Ее в прикормку И посмотрим Что Будет Да Купил Пастанчина От Гринфишек 90 рублей 400 грамм Посмотрим Завтра Будет ли От нее Прок Купил Со скидочкой Так 130 рублей А со скидочкой 90 Не знаю С чем связано То ли товар залежал И то ли чего Леска Сабанеев Тензор 0.1 Так как Я говорю Рыбы крупные Не ожидаю Но если клюнет Заодно проверим Выдержите 0.1 Далее Меня частенько Спрашивают Какую Какую Основную Леску Использую Говорил Не раз Что я Осом Не морочусь И вот Купил В прошлом году Накануне Зимнего сезона Леску Серебряный Ручей Спиннинг И говорил Что проблем Нет Ни одного Отстрела И так далее Но это Было Зимой Вот Зима Закончилась И пошли У меня Отстрелы Рыбется Леска Не знаю С чем Связано В общем От Серебряного Ручья Решил И отказаться Купил Я на пробу Леска Ультралайм Производитель Аква Как мне сказали Питерская И Вот К вопросу Когда мне говорят Что-то призвалось К Фадееву Не привяжись Кому-нибудь Другому Я уже говорил Что К другим У меня претензий Нет Но вот Давайте Посмотрим Вот На эту леску Называется Она Щука Читаем Что написано Композитная Рыбаловная леска Бла-бла-бла Созданная Из комбинации Трех Сополимеров Последнего поколения Каждый из которых Отвечает за Формирование Отличных Кинетических Характеристик Присущих Тока НЛ-Ультра Идеально Калиброванная Неловная Основа Обладает Превосходной Мягкостью И прочностью Калибровать У меня Нечем Это К Диме Превосходная Мягкость И прочность Ну Что могу сказать Как для фидера Так и для спиннинга В принципе Нужна Если монофильная То жесткая леска Зачем Они пишут Что мягкая Насколько я знаю Мягкая Там нужна При ловле Там Харпа Трофейна Там еще что-то Ну Тут брать не буду Попробую я Ее растянуть Так вот Мне показалось Что леска Довольно Ну То есть Мягкая Это Растяжимая Да Мне показалось Леска довольно жесткая То есть Малорастяжимая Что в принципе Для фидера Хорошо Более того Мне Она показалась Даже Жестче Чем Леска Вот эта Вот Серебряных Рущей Спиннинг Дальше Что тут пишут Слой там Какой-то Защищает леску От нежелательных Механических Воздействий Флюрокарбоновое Покрытие Придает леске Идеальную гладкость И усилит Прочность На узлах А благодаря Низкому показателю Преломления света Создает Эффект незаметности Ну Насчет Эффект незаметности Не ходят сроки Что все Ерунда Насколько Я знаю Что Флюрокарбоновые Лески На самом деле Узлы держат Хуже То есть Вот леска Фадеев Ну По качеству Ничего не могу сказать Я ее намотал На На шпулю Будем Пробовать Как в рочности Прочее Ну вот Еще раз Пожестко Смех Казалось Что леска Для фидера Подходит Ну вот Собственно О подготовке К рыбалке Я рассказал Наверное Все-таки Поставлю будильник Посмотрю Во сколько Меня будет Клонить Косну Может быть Поставлю Будильник Может быть От балды Во сколько Проснуть Потому что Вот Два года Назад Когда я Здесь Ну в общем-то По мелочи Неплохо Отловился Я начал Ловить Чем-то там Не в девятом Часу Стояла Такая же Жара Как Сегодня Да Я из Москвы Уезжал Было 3-4 градуса Здесь Конечно Прохладнее И слава богу Комаров нет Все очень Шикарно Сижу В Балдеве Отдыхаю Сейчас Сниму Ролик Про Некоторые Нюансы По платформе Если кому Будет интересно Если завтра Будет Тихо Сниму Может быть Еще Материал Какой-то Все для вас Дорогие Зрители Чтобы Прорывал Что Рассказать Ну До утра Вечереет Сижу Балдею Отдыхаю Вот реально До того Этот Городской Шум Надоел Хотя И тут Народ Там Беснуется Но Это Как-то Далековато Увидимся Звучит Стан ДА 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 Субтитры подогнал «Симон»